Здравствуйте, дорогие телезрители! В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борж. Вчера в столицу нашей республики приехал известный детский композитор Александр Ермолов. Совместно с благотворительным фондом «Сила добра» он провел авторский благотворительный концерт «Мир, который нужен мне» О творчестве, концерте и месте благотворительности в нашей жизни мы говорим сегодня с нашими гостями. Татьяна Козлова, директор благотворительного фонда «Сила добра». Здравствуйте, Татьяна! И Александр Ермолов, детский композитор. Здравствуйте! Очень рада вас видеть в своей студии. Телефон прямого эфира, дорогие телезрители, тот же 5167-667. Звоните и, конечно, пишите нам на СИКЮ, как вы считаете, есть ли смысл в благотворительности и какой она должна быть – концерт и сбор денег всем миром или конкретная помощь конкретному человеку. Очень ждем ваших отзывов, мнений, возможно, советов. Эфир предоставлен вам. Дорогие гости, ну вот концерт «Мир, который нужен мне». Как? Как все прошло? И чему он был посвящен? Это вопрос ко мне? Вам обоим. Вы оба организовывали, участвовали. Я отвечу, поскольку у меня впечатлений много о концерте. Конечно, очень приятно, что участвовали в этом концерте дети, разные талантливые коллективы, солисты, которые, к моему удивлению, поют песни Александра Ермолова, то есть мои. Вот. Очень поют прилично. А самое главное, что они поют – это с позитивным настроем, с большим желанием – это всегда очень видно и всегда очень приятно смотреть и слушать такие выступления. Поэтому я считаю, что концерт удался. Зрители, как мне кажется, остались довольны. Вот. Ну, потому что детское исполнение, я думаю, что мало кого может оставить равнодушным, тем более такое искреннее исполнение. Так что у меня о концерте впечатления только самые позитивные и положительные. Тем деле зрителям, кто, ну, ни у кого не получилось вчера попасть на как раз-таки концерт, давайте покажем маленький-маленький фрагмент концерта. У тебя сегодня день рождения, прочь сомнения пусть уносятся. Так доверие в гости просится поздравления дарится вы светы. День рождения, лучший день году. Поем мы песни, день рождения, я к тебе приду. И будем вместе... Вот такой маленький фрагмент, концерт был большой. Ну, вот давайте не раскроем, конечно, секрет, потому что те, кто смотрел сейчас новости о нашем эфире, вот буквально только что услышали, что два года исполняется «Силя добра», и как раз-таки этому повод собраться, это и был как раз-таки двухлетие, да, в вашей организации. Да, нам исполнилось два года, и мы уже научились, наверное, ходить. Первый год мы еще только учились вставать на ноги, а сейчас мы научились ходить, и мы можем сказать, что 23 сентября, когда мы родились, мы исполнили хороший концерт для того, чтобы этот день отметить вместе с теми, кто нас поддерживал, кому мы помогали, потому что понятие «Фонд силы добра», оно очень обширно. Все, кто нам помогает, все, кто получает помощь от нас, это все «Фонд силы добра». Тот, кто добрым словом вспоминает нас, те родители, которые после того, как мы помогли их детям в чем-то, они становятся нашими волонтерами, это тоже «Фонд силы добра». У нас есть представитель в Усинске, в Иркуте, я надеюсь, в ближайшем будущем появится представитель в Ухте, и это тоже «Фонд силы добра». Я думаю, что вместе мы можем больше, вопрос только, насколько это желание будет устойчиво в каждом из нас. Вот так могу ответить. Если говорить о концерте, вы тоже участвовали непосредственно в концерте, вели его? Это традиция фонда, директор фонда выходит на сцену, это уже стало традиционно, и я думаю, что не только с целью экономии средств, а так как это моя организация, это мое детище, конечно. Для поддержания атмосферы, получается. Для поддержания это наше семейное, я думаю, что и Александр не даст сказать, что это лукавство. Семейная абсолютная атмосфера, такая добрая, все друг друга знают, все мы внутри одного социума находимся. Поэтому никто иной, как я, должна вести этот концерт. Насколько я знаю, зрители даже подпевали песню. Ну да, я обычно делаю такой номер, я называю папури, из песен, которые так или иначе дети могут знать. Либо они сами когда-то их исполняли, либо где-то слышали. И я предлагаю, что те, кто песни по первым аккордам узнают, я предлагаю, чтобы в зале подпевали. И вот вчера, когда я начал петь песню «Апрель», очень большая группа детей эту песню как-то знали, они ее разучивали, и после первых двух строчек я уже перестал сам петь, а продолжал только аккомпанировать на синтезаторе. И все думали, что это так было задумано. А дети уже пели, значит, сами, самостоятельно, без меня. Из зала, да, да, да. Вообще, очень, конечно, приятное впечатление, когда стоишь на сцене, начинаешь петь, и понимаешь, что уже петь не обязательно, можно просто продолжать играть. А в зале за тебя споют. Есть у нас, дозвонился до нас телезритель, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Рая. Очень приятно. У меня вопрос такой к Татьяне. Я хотела бы задать вопрос. А что сподвигнуло вас? Именно идти работать в силу добра, помогать детям. Насколько я знаю, Татьяна работала в другом месте. Спасибо. Спасибо большое вам за звонок. А вчера у вас не получилось на концерт попасть? К сожалению, ушел звонок, Жаль, не успела задать. Но вот на самом деле, что сподвигло? Потому что это тяжелый, хоть и приятный, но тяжелый труд. Организация. Приятный это, когда по телевизору показывают. И читаешь приятные вещи. Не, почему? А неприятно смотреть благодарные глаза. Это очень тяжелый труд. И за дня в день у нас нет выходных. Могу сказать, что в отпуск я за два года не выходила ни разу. Я работала на больничных, находясь со своим ребенком. И это ответ на ваш вопрос. Я тоже работаю и не прекращается эта работа. Я работала в 40-й школе. Это коррекционная школа. Восьмого типа, где учатся дети с проблемами со здоровьем, скажем так. Детки с умственной отсталостью. Это тоже был, наверное, небольшой направленный кусочек в сторону фонда. И могу сказать, что я не просто перешла в фонд Силы Добра. Я являюсь соучредителем этого фонда. Вместе с теми людьми, которые меня поддержали на этом этапе. Я не буду всех перечислять, потому что, может, это кто-то воспримет как какие-то политические или какие-то другие игры. Но могу сказать, что фонд, он появился два года назад. Это не была созданная организация. А то, насколько она будет развиваться, насколько она будет успешно работать в регионах, в регионе в нашем. А мы больше работаем все-таки с детками из районов. Это приоритетное направление. Дети из районов. В Республике Коми есть труднодоступные районы. Очень большие проблемы иногда бывают привезти ребенка в нашу детскую республиканскую больницу. Это наши клиенты. И направление очень тяжело больные дети. Онкологические, кардиологические, рематологические диагнозы. Вот сейчас у нас пошли дети на просто очень много обращений с мам и пап, у которых дети с проблемами нейрохирургии. А может быть, ну не знаю, зачем нужно было организовывать именно фонд? Для упрощения деятельности? Понимаете, вначале не было фонда. Вначале я была просто, как и многие сейчас волонтеры, думала, что искренне верила в то, что собирая деньги на улице для больного ребенка, можно решать этот вопрос пробелов в законодательстве. И вот этих проблем, нерешаемых на сегодняшний день, и лукавства здесь не должно быть вот таким образом. Но потом возникает очень много всяких разных ситуаций. Это тоже должно быть открыто для нашего общества, и для понимания, и для принятия этого всего. Во-первых, средства, которые мы переводим непосредственно родителям, они не всегда доходят до той цели, на которую они жертвуются. У нас есть родители, которым собирали средства, они ездили отдыхать куда-то. Такое есть, и не надо удивляться, такое есть. Есть родители, которые не по назначению тратят деньги собранные. То есть если есть целевое назначение покупки лекарства или отправки куда-то, то не может мама себе морально позволить покупать какие-то вещи, покупать какие-то развлечения для ребенка. Все, вот есть направление определенное. И только на эти цели мы можем расходовать средства. Привлечь родителей к чему-то мы тоже не имеем права, потому что мы не юрлицо, и мы отдаем, мы жертвуем деньги. На их совести получается. Да, на их совести. Я не говорю, что все-таки на такие случаи бывают. Вот тогда начинаешь один раз лбом ударился в какую-то дверь, другой раз, и потом начинаешь понимать, что как только ты становишься юрлицом, ты уже можешь спросить с родителя, который требует предоставлять отчет. Мы всегда очень хорошие, когда мы даем деньги, когда мы оплачиваем что-то. Но как только наступает процесс возврата в фонд отчета документального подтверждения... Причем, если кто на нужные цели потратил, так там, наверное, проблем нет. Проблем не возникает. Но бывает такое, что родители не всегда могут отчитаться за то, что хотя мы предупреждаем, что все билетики, все талончики, все чеки, все какие-то обследования, мы все это подкалываем. Вот если выделяется 20 тысяч на поездку, допустим, в Бакулевский центр, вы приложите все документы, что вы туда съездили, что вы вернули, что вы жили в гостинице, что с вас попросили оплатить вот такое обследование. На 20 тысяч нам не большего не нужно, но и меньшего тоже, потому что перед теми людьми, которые нам жертвуют, я имею в виду и юридических лиц тоже, мы обязаны предоставлять отчет. Нас проверяет юстиция раз в три года. У нас бывают аудиторские проверки, где мы должны четко отчитаться, что вот эти деньги отданы, вот отчет, что они были потрачены. Вот это уставная деятельность фонда. Те жесткие рамки, которые всю романтическую вот такую вот пелену о том, что это красиво и прекрасно, оно все стирается. Это очень большая работа. И работаю не только я в фонде, у меня очень тяжело работает бухгалтер, потому что ввести бухгалтерию некоммерческой организации, это очень сложно в том плане, что нет опыта. Очень много вопросов открытых. Мы постоянно консультируемся с людьми, которые работают в фонде Чупан-Хаматовой, благотворительном фонде, да, опытом. Подари жизнь. У нас есть еще один звонок, Сыжим, как мне подсказывает режиссер. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас. Я хотела тоже поблагодарить Татьяну Козлову. Ну, я мама тоже, у меня ребенок инвалид, и это такой тяжелый труд. Я понимаю, как вырастет ребенка инвалидна. И всегда в таких марафонах тоже участвую, сомненскими. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за то, что у нас поддерживаете. Александр, уже первые слова благодарности и вам выступает на СИКЮ. Спасибо Александру Ермолову, что он поддерживает традицию хороших детских песен, чтобы они слушали не только американскую гадость. Спасибо от нас, родителей, от наших детей. Это от Инги поступила благодарность. Ну, концерт назывался «Мир, который нужен мне». Как раз-таки название одной из ваших песен. Давайте вместе с нашими телезрителями послушаем и посмотрим клип на эту песню. Проходит все, лишь музыка нетленно. Она звучит во сне и наяву. Она летит, как птица в синеву. Чудесный утром, вырвавшись из плена. И неприятки, и слушая листву. Давайте вместе выклоним колено. И недоверия придуманные стены Легко падут в зеленую траву. Мы вернемся опять, чтобы звездами небо зажглось. Мы вернемся опять, чтобы любовь засияла над миром. Небольшая техническая заминка. Мы послушали сейчас не менее прекрасную песню, которая называется «Мы вместе», насколько я понимаю. Она называется «Мы вернемся опять». Это финальная песня нашего конкурса, которая называется «Мы вместе». Конкурс как раз-таки ваш. Давайте об этом конкурсе расскажем. Может быть, не все жители республики знают, что это за песня. В этом году пятый. В ноябре этого года состоится пятый фестиваль «Мы вместе». Это международный фестиваль, на который съезжают разные дети и коллективы с различных регионов нашей страны, не только нашей страны, ближнего зарубежья. У нас даже были и совсем настоящие иностранцы. Например, в прошлом году приезжала девочка из Македонии. Ну, Белоруссия, Украина, Казахстан стабильно у нас участвует. Интересно, каким образом из Македонии можно было узнать о вашем конкурсе? Вот в интернете, как-то все по интернету люди узнают. Знают просто ваши песни, наверное, и поэтому... Да-да-да, из Израиля к нам хотели приехать и собираются в этом году. Надеюсь, что приедут. Ну, потому что русскоязычное население все-таки проживает во всех странах. И так или иначе, дети, которые интересуются творчеством, они каким-то образом выискивают песни, их разучивают. И вот по интернету мы знакомимся, они к нам приезжают. А Македонка, она вообще была не русская, не русскоговорящая, а вот именно Македонка. И уж каким образом она приехала в Россию, для нас самих загадка. Но нам очень приятно. То есть получается, если и конкурс, и фестиваль, все-таки там есть победители, кто обычно? Какие страны-то побеждают? Ну, у нас, конечно, это не зависит никак от географии. Талантливые дети могут быть совершенно непредсказуемых регионов. Бесспорно, на русском языке, наверное, проще петь будет. Ну, у нас на конкурсе есть такое условие, что одна из двух композиций должна быть обязательно песня Ермового. Ну, так уж сложилось. А вторая песня любая. Вот, поэтому вторую композицию можно выбирать не только на русском языке, можно и на любом языке петь. А побеждают, ну, в любом случае, это всегда разные люди, всегда разные регионы, разные представители. Все зависит исключительно от их таланта. А если так вот на скидку, с Республики Коми кто-то проезжал? Насколько я помню, из Сыктывкара приезжали коллективы, несколько лет на это. Я не помню название этого коллектива, к сожалению. Но то, что были представители Сыктывкара, это точно. Кстати говоря, были из Инты, Инта это Коми, да? Из Инты тоже были представители. Из Ухты были. Да, так что регион Коми был представлен на нашем фестивале. Продолжим наши музыкальные паузы. Все-таки послушаем песню «Мир, который нужен мне». Я рисую на окне Мир почти такой, как наш Я рисую на окне Акварели и гуаш Краски яркие возьму И закрашу серый цвет Нарисую ту страну Где для слез причины нет Где улыбки каждый день Где почти всегда весна Где у всех, у всех людей Очень добрые глаза Кто-то ищет целый век Где же счастье, вот оно Здравствуй, добрый человек Посмотри в мое одно Ты посмотри на моем окне Я рисую этот мир Где ни зла, ни горя нет Ты посмотри, будет этот мир Где добро всегда царит Мир, который нужен мне Детские песни всегда Замечательное настроение создают Есть еще один вопрос Уже Татьяна вам На Секью поступил Добрый день, скажите А как можно связаться с фондом? У нас у соседки ребенок больной Мы ей чем можем, помогаем Но этого не хватает От Галины вопрос 39 16 52 Это телефон фонда С 9 до 15 Всегда кто-то в фонде есть Вы можете позвонить Вас проконсультируют Как написать обращение фонд То есть мы не можем работать С соседями, волонтерами Мы можем работать Только с законными представителями детей Вы нас тоже правильно поймите Когда собирается история Есть выписки, подтверждающие диагноз Есть назначение врачей Нужно понимать, в чем проблема Нужно ли это дополнительное Какое-то ассорбирующее белье Подгузники, если это лежачие дети Тогда есть фонд социального страхования Который обязан обеспечивать детей Мы тогда становимся посредниками Если нет взаимопонимания Конечно, проходят консультации Если нужны какие-то препараты лекарственные Мы тогда выходим Общаемся с Министерством здравоохранения Входит ли это препарат лекарственный В перечень бесплатных Либо каким-то образом Нужно этот вопрос решать И первое время фонд закупает лекарства Но все равно подключается Министерство здравоохранения И тогда мы идем разными путями Но чтобы это лекарство Если оно по жизненным показаниям необходимо И выписки прописаны по жизненным показаниям Тогда Министерство здравоохранения Помогает нам Для того, чтобы ребенок был обеспечен Есть другие проблемы Когда ребенок ни разу не был обследован На федеральном базе Я считаю, что Пусть меня обвиняют в чем угодно Но я считаю, что Если есть вопросы с постановкой диагноза Однозначно нужно отправлять на федеральные базы Московские, питерские Если нужно в Сибирь Есть хорошие базы материально-технические С хорошими лабораториями Со специалистами Уточняйте диагноз Невозможно лечить ребенка Не зная то, чего мы лечим Обращайтесь И будем все вместе разбираться в этой ситуации Как раз и соседки на заметку Чтобы передала маме Да, конечно Есть маленькая такая ремарочка Мы не всегда поддерживаем сборы На заграничной поездке Потому что если у нас есть на руках справка Где написано, что ребенок не курабель Например, с онкологическим диагнозом Мы можем его только палеотивно Хосписно поддерживать В этом участвовать Куча всяких разных диагнозов Ситуаций бывает Обращайтесь, будем разбираться Еще раз телефон Давайте 39 16 52 Это городской телефон Мы находимся на Первомайской 78 Это город Сыктывкар Туда тоже можно прийти Проконсультироваться с нашими сотрудниками Я, к сожалению, не всегда бываю в офисе Но девочки могут дать хорошую консультацию Мы прервемся на большую рекламную паузу Не переключайтесь Продолжение следует...